Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Болодарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте, сегодня наш гость историк Александр Колпакий. Саш, здравствуй. Добрый день. Добрый день. Тема Сталин и культура. Тем более вчера было 140 лет. Но предварительно я задам Александру следующий вопрос. Вчера состояли, первый день был сталинских чтений. Ты там присутствовал. Саш, что это был за форум, какое он имеет значение и кто там был? Это организовала медиаресурс Проханова День ТВ. Там было много очень интересных выступающих. Ну, Фурсов, Делягин, много. Сегодня вот Юрий Жуков там выступает. Шевченко вчера был, Максим. И, в общем, надо сказать, что очень долго продолжалось весь день практически мероприятие. И пришлось потом людей оттуда прям выгонять, на самом деле. То есть, да, настолько было всем интересно. То есть, люди просидели целый день. Там, в общем, мероприятие было просто... Причем собрали огромный зал там на 500 человек переполненный. Сидеть негде было. То есть, действительно, вот... Ну, не скажу, что потрясающее, но очень даже солидное мероприятие. Молодцы эти ребята День ТВ. И вот они, очевидно, теперь будут регулярно организовывать такие мероприятия, публичные чтения. Потому что у нас в Москве действительно много таких интересных, уважаемых людей, которые действительно могут собирать такие большие залы. Хорошее мероприятие, полезное, и, я надеюсь, будет регулярно. Я не буду тебя спрашивать фамилии, потому что это понятно уже. На личности будет переход. Какие темы там были, Саш, которые тебя заинтересовали? Там самые разные были темы, и связанные с религией, и с политикой, и с экономикой. Там, значит, то есть, Катасонов, вот, ну, там были как бы все звезды бомонда, да, то есть, Катасонов про экономику, там, Фурсов про политику. Ну, то есть, очень много было... Ну, я не скажу, что я совсем согласен, да, там, вот, особенно... Почему это должен быть? Что там касалось, вот, религии и того, что Сталина надо понимать только с мистической позиции. Это вот это, да. Это да. Но, в принципе, я бы... Это было интересно, ярко и убедительно. То есть, очень интересно было. Какие люди там были, Саш? Ну, знаешь, люди были там приличные, в основном молодежь, очень много, да. Я даже удивился, и что удивило, что там принесли книги, подписывали, то есть, там, допустим, продавались в фойе книги, но моих не было. Ну, что меня удивило, там, человек 20 притащили из дома свои книги, чтобы я подписался. Чтобы пин на них и вписался. А, да. Там один мужчина сказал, что он покупал на 9 тысяч книг, там, вот, я, ну, случайно слышал. То есть, видно было, что книги расхватывали. Вот это поразительный тоже феномен, что ведь эти же книги, они могут купить в любом крупном магазине, но в этом крупном магазине ты их не найдешь, потому что это надо, там, действительно, в мелком магазине их нет, а в крупном их надо искать. А искать люди не могут, нет времени вообще, вот сейчас время, так, время ограничено, что, в общем, проблема. А там адресно они приходят, это для них эти книги, они их адресно покупают. Полезное мероприятие, очень полезное. Ну, спасибо за такую оценку. И давай переходим к заявленной теме, потому что... А, нет, Саш, ни одного упоминания об этих чтениях, вот то, что я видел, то, что у нас называется в крупных средствах массовой информации. Во-а-а-пще. Ну, это понятно, и на телевидении особо не праздновали, я смотрю, например, вот правительственный ресурс, спутник ТВ, он поместил интервью на тему, о которой мы будем говорить, Сталин и культура, о том постановлении 48-го года в отношении композиторов. И там, значит, в этом интервью, ну, каких только гадостей о Сталине не услышишь. Ну, и кажданово, наверное, тоже не обошли. Значит, а, то есть, что он мстил своему народу за победование, ну, что-то просто какой-то бред люди несут, даже вот не понимают. Вот, знаешь, вот главная проблема, вот я с самого начала скажу вот на эту тему Сталина и культура. Да, при Сталине были там какие-то эксцессы в отношении отдельных деятелей культуры, какие-то постановления, которые там им ломали, там, какие-то творческие планы, да, все это было. Все это было. Ну, почему такой гигантский результат? Опять же, скажут, как по поводу войны, вопреки Сталину. Нет, фиг с маслом. Фиг вам. Индийцы там живут. Значит, огромные премии. Вот говорят, куда делись деньги Сталину, что это все вранье, что он в Шинель оставил и так далее. У него были огромные гонорары. Так они шли на сталинские премии. Ты знаешь, что более тысячи человек получили. Это доказанный факт. Потому что вот Юрий Николаевич Зуков, он сказал, что он не нашел нигде. Ну, по крайней мере, так пишут. Я не знаю. Понятно. Ну, пишут так, да, что и его гонорары, зарплата, значит, там, значит, если я не ошибаюсь, под 60 миллионов рублей было роздано под эти... Это не нынешние рубли, было роздано под эти сталинские премии. Дома, дачи, командировки, значит, встречи с читателями. Организованы были консерватории, филармонии. Ну, вот просто сами посудите, да. Уже в 19-м году организовали театральную там студию. В 30-м году создали ВГИК. До сих пор аналогичного учреждения нет. Да, создали институт литературы имени Горького. До сих пор нигде нет. Значит, институт мировой литературы имени Горького, это уже... Литературный институт имени Горького, там учат, да. Кстати, там учились Симонов, Михалков, Распутин, Евтушенко, но его выгнали. В 34-м году институт мировой литературы имени Горького, да. Значит, в 31-м году театр кукол имени Образцова детский, уникальный, которого нигде нет. То есть огромное количество было создано, да, и именно из-за этого-то, и такой чудовищный рост культуры, которого и близко не было ни в одну эпоху. Да, и вот это никто не хочет вспоминать, об этом не говорят. Глаза закрываются, сознательно. Да, да, да. А там вот всякие байки. Ну, слушай, извини, Саш, но ведь, ну, практически ты об этом уже сказал. Ну, давайте пройдемся по фамилиям. Да. Где такая поросль писателей? Федин, Леонов, Паустовский, ну, это же фронтажные гиганты. Да, о чем тут говорить. Я хотел бы начать вот с нескольких вот историй про Сталина и культуру, да. Да, вот известно, что Михаил Геловани играл его роль, да, но начиная с 1938 года, выборская сторона, и главный апофеоз, это он в падении Берлина в 50-м году, такой пафосный фильм, кстати, великолепный. Ну, не на любителя. Значит, этот Михаил Геловани, когда ему предложили сыграть Сталина, сказал, а нельзя ли мне пожить на его даче в Рице, я хочу в Рица, в его образ. На что Сталин сказал, так, может, сразу начнете с Таруханской ссылки? Да, ну, значит, известна также история с Луначарским. Сталину сообщили, что жена Луначарского использует его служебный автомобиль и разъезжает по магазинам. Она была такая, значит, такая... Ипотажная, да. Да, Наталья Сац, Розанель, да, ездит в мастерские примерочные и так далее. Ну, он вызвал Луначарского и говорит, что, что это дела. А Луначарский, как благородный дворянин, сказал, я люблю эту женщину. На что Сталин ему сказал, любите ее дома, а в казенной машине, чтобы не смело разъезжать по магазиновым паркнихам. Это сегодня звучит парадоксом. Сегодня это вообще не представляет невозможно. Какие машины, самолеты! Собаку лечат, на самолете лечить в Европу возят, да. Орловой, Любовью Орловой, он на встрече каком-то там сказал, муж вас не обижает. А муж ее был знаменитый режиссер Александрович. Она сказала, вообще-то обижает, но очень редко. А он говорит, скажите ему, что мы его повесим. А он стоял рядом, муж. Ну, и решил все это перевести в шутку и сказал, интересно, за что повесите? А он сказал, за шею, товарищ Александров. Значит, Фадеев, писатель замечательный, но, к сожалению, сильно поддающий, был вызван, но не пришел на встречу. Вместо него пришел Николай Тихонов, кстати, тоже великолепный поэт. У нас Гумилева все время тут вспоминают. А вот Тихонов, на мой взгляд, ничем Гумилева у него уступал. Про него полностью забыли. Это который написал, гвозди бы делать из этих людей. Ну, он спрашивает, а где Фадеев? Он говорит, на охоте. А Сталин говорит, слушайте, вот у нас товарищ Шверник тоже очень любит охоту, но в воскресенье он опохмеляется и на работу выходит понедельник. Значит, потом, значит, когда он встречал Фадеева, он спросил, Фадеев, а где вы так пропадаете все время? Он говорит, товарищ Сталин, у меня запои по 10-12 дней. А Сталин говорит, товарищ Фадеев, а как коммунист, вы бы не могли это мероприятие укладывать в 2-3 дня? Ну, то есть, у него было огромное чувство юмора. Да, иногда оно было таким начальственным, да-да, но... Издали перед войной указ о наказаниях за опоздание до 20 минут. Василий Качалов, великий артист, опоздал на час. МХАТ. Доложили Сталину, он, значит, распорядился. За недоведение до сведения народного артиста СССР, товарища Качалова, указу президенту Верховного Совета СССР, объявить строгий выговор директору МХАТа. Я представляю потом разборки между директором... И Качаловым. И Качаловым, да. Очень интересная история с Алексеем Диким, который был конкурентом Геловани в исполнении роли Сталина. Да, он играл его тоже часто, и вот, ну, самая знаменитая, наверное, в Сталинградской битве. Ну, была премьера, Диким приехал домой с друзьями, все, выпили, посидели там. Вдруг, значит, машина приезжает, говорит, Сталин просит вас в Кремль, значит, тоже отпраздновать. Он говорит, слушайте, я выпил тут водки сколько, чесноку наелся, я не могу в таком состоянии ехать. Говорит, ну, ждет уже все, да. Короче, взяли его, повезли, Сталин его спрашивает, а почему вы играли меня без акцента, не гримировались, как все остальные, чтобы быть похожим? Ну, вот, совершенно, ну, его уже несколько актеров, совершенно не как все. А он говорит, товарищ Сталин, потому что я играл не вас, я играл то впечатление людей, которое есть о Сталине. И вот это, надо знать Сталина, его просто потрясло, и он даже, и он стал аплодировать ему. Потом вышел в соседний кабинет, принес коньяку, немножко капнул, Дикому себе налил полный стакан, и они, значит, говорят, давайте будем на равных. То есть, вот именно вот в этом суть отношения к Сталина, тому, что мы называем культ для личности. Он это считал, и вот он сыну то же самое говорил, показал нам портрет и говорит, ты не Сталин, и я не Сталин. Вот он Сталин. То есть, он имел в виду образ некий, который есть в народе. Абсолютно, Саш, это подтверждает воспоминания Лена Фейхтенгера, Москва, 1937-й, когда Сталин именно это ему и говорит. Да, да, да. И ты прав, конечно, чувство юмора у него было такое кавказское несколько, да, такое. Например, вот Козловский выступал в Кремле и, значит, закончил выступление, и на бис стали одним то, другой сё. Ну, возникла такая, это, Сталин сказал, встал, говорит, нельзя покушаться на свободу художника. Товарищ Козловский хочет спеть, я помню, чудное мгновение, а вы его отвлекаете своими дурацкими просьбами. То есть, он был такой человек, конечно, с юмором и имел свои вкусы, да, безусловно. И надо сказать, что одна моя знакомая рассказывает историю про свою родственницу, премьера оперы Иванова Мурадыри «Дружба народов», ну, которой отношения не очень. А Сталин в ложе, а у ложе выставлялись одни и те же капельдинерши. А он с ними общался, то есть, они могли ему, у него что-то спросить, и вот он выходит после этой оперы, и они его спрашивают, ну, как, товарищ Сталин, ну, как там? Говорит, когда у вас пиковая дама? Одна, если не самая сложная русская опера. И вот эти вот все разговоры о том, что не читал, ни в чём не разбирался, в семинарии хором руководил. А музыка-то там была классическая. Нет, по поводу того, что не читал, это был один из самых начитанных людей своего времени. Я не помню, кажется... 20 тысяч книг. Да, Чарль Сноу сказал, что... Ну, кто-то сказал, что парадокс заключается из англичан, в том, что он гораздо более начитанный, чем Черчилль. Да, то есть, а Черчилль на минутку прекрасно образованный аристократ из старинного рода Марборо. Значит, и он читал, сам Сталин говорил, что он читает по 500 страниц в день. Современные исследователи пришли к выводу, что он читал по 300 страниц в день. Ну, каждый день. И заставлял других так же читать, но не всегда у него получалось. Я бы хотел отметить, что вот все эти разговоры, что там такая была вся атмосфера и все там... Ведь очень многие, как ни странно, поразительно, но при нем не были репрессированы, остались живы и даже очень даже процветали, получали сталинские премии. Вот ты обратил внимание, бывшие белогвардейцы. Например, вот все знают... Ну, сейчас уже никто не знает, конечно, трилогию нашествия монголов, да, там... — Ян. — Чингисхан, да, Янчевский, да, который был... — Ян Батыть к Последнему морю. — Да-да-да, к Последнему морю, да. К Последнему морю вышло уже через год после смерти Сталина, но вот это при Сталине он работал. Бывший полковник у Колчака фактически возглавлял АСВАГ при канцелярии Верховного Главнокомандующего. Представляешь себе? Полковник... — АСВАГ — это... — Ну, типа такого пропагандистского... — Пропагандистский ООН. — Прекрасно жил, творил, издавался, значит, огромными тиражами и так далее. Значит, родственник Сергея Герасимова, который, кстати, тоже при Сталине стал уже режиссером, да. — Да, кстати говоря, вполне заслуженно называется Великим режиссером. — Да, молодым парнем стал уже снимать фильмы. Полковник Борис Герасимов, командир 25-го Екатеринбургского адмирала Колчака полка горных стрелков. Стал оперным певцом, значит, выступал в Театре Немировича Данченко и студии имени Станиславского. Баритоном был, да. Никто не трогал, прекрасно жил. Замечательный писатель детский Бианки Виталий. — Виталий Бианки, да. — Да, он был с юности эсером, естественно, оказался в Камуче, это такое антисоветское, по Волжье, антисоветское эсеровское восстание. — На этих, на белотеческих софтыках. — Да, потом, значит, у Колчака, значит, ну, правда, его четыре раза арестовывали, но все время выпускали. И вот это замечательный, вот «Тропой бескорыстской любви», если кто смотрел фильм. Да, ну, то есть, бывший офицер, да, вот, пожалуйста, жил, и книжки выходили, все. Леонид Леонов, который малоизвестно, он, оказывается, сумел при англичанах в Архангельске там послужить. — Послужить, да. — Слушай, ну, Леонов же, видите, это классик. — Да, это классик. — Это классик. — Это второй после Шолохова, да, писатель. Был бы Олеша, но он написал только один большой роман «Зависть великий» и, к сожалению, больше ничего. — Он величайший писатель. — Да, «Зависть величайшая». — Олеша, достаточно, кстати, извини, Саш, я не знаю, ты со мной согласились или нет, я считаю, ему достаточно было написать «Три толстяка». — Да. — Вроде бы детская сказка тянет на... — Ну, знаешь, вот у Хоминга есть рассуждение по поводу, кто великий. Он написал, да, Феджеральд меня обходит по качеству, но я его пожу по количеству. — Да, это да. — Все-таки важно, сколько человек написал. А Виктор Шловский, это вообще печать ставить негде, он там участник контрреволюции, начиная с Октябрьской революции, он должен был там бровневики привезти, не сумел, там потом сбежал. Он в Саратове в сумасшедшем доме от чекистов прятался, он у Скоропадского служил, там, короче, это был махровый белогвардеец. — Который подтверждал не словами, а действия. — Да, да. То есть не то, что какой-то журналист, там что-то писал, это реально такой авантюрист и так далее. Он стал великим у нас лингвистом, да, создателем, ну, великий человек действительно процветал, ну, как сказать, процветал. После смерти Сталина они все стали там что-то такое тявкать, как это дворовый шаг. — Да, 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 про кровавый режим, да. — Михаил Булгаков служил во Врангельской, Кавказской армии, значит, там где-то, ну, врачом и так далее, да. Ну, тем не менее, вот, жил не тужил. — Саш, а вот про Булгакова ты бы рассказал про его идеологически выдержанную пьесу «Батун», где была описана молодость товарища Сталина, она сейчас везде есть. — Ну, Сталину не понравилось. — Совсем. — Да, он вообще не любил, когда очень многие написали про его молодость, но он хотя и понимал, что вот есть вот образ Сталина, надо поддерживать, но все-таки он не допускал, что называется... — Перегибов. — Перегибов в этом деле, да. И вот ему очень не нравилось, потому что молодость — это все-таки уже очень мало общественного и много личного. И здесь он уже видел, что это все не соответствует, и как бы... Да, Шадор, Иван Шадор... — Скульптор. — Скульптор, настоящая фамилия его, Иванов. Он автор знаменитой скульптуры «Булыжник. Оружие милитариата». — Оружие милитариата, да. Он в Омске был во время Гражданской войны и делал там памятник Корнилову и Колчаку при жизни, да. То есть Борис Агонсон, художник, автор знаменитой картины «Допрос коммунистов», да. Он был офицером Колчаковской армии. Надь Евгений Шварц, безобидное как бы существо... — Который вроде бы такая антисталинская сатира, да. — Да, да. Он участник ледового похода на Екатеринбурге. — Знаменитого, да. — Знаменитого, да. — Да, в 18-м году. И был комиссован по тяжелому ранению. Очень скрывал, и никто не знал, и только после перестройки выяснилось, служба Валентина Катаева, штабс-капитана на бронепоезде, там, Новороссия и так далее. Вот он был очень человек интересный. Он, оказывается, еще в юности гимназистом до революции публиковал антисемитские стихи в Черносотином одесском журнале. При том всем, что у него друзья были Ильф, Багрицкий, Олеша Поляк, значит, ну и так далее, да, там, Славин такой. — Да, да, да. — Вера Инбер, да, двоюродная племянница Троцкого и так далее. Тем не менее, вот... — А Вера Инбер очень даже. — Да, очень даже. Он, значит, и, конечно, после... Он немножко там посидел, но эти дружки его вытащили, и он, значит, ничего такого от советской власти не имел, писал, творил, получал сталинские премии, то есть, жил в шоколаде, да, и ничего... — Катаев? — Катаев. — Ну, я думаю, он забелеет парус одинокий, там такие гонорары. — Белеет парус одинокий, да, да, сын полка. То есть, он, на самом деле, был очень талантливый человек, очень. И, что редко бывает, он уже в глубокой старости вдруг неожиданно выстрелил и написал несколько сильных очень повестей и... — Алмазным его вине, Страва забвения. — Да, да. — Единственное, что я ему простить не могу, он Блюмкина клеветал там. Блюмкин сложный был человек, но когда он пишет о том, что тот валялся в ногах, когда его расстреливали, а у Блюмкина за его чкистскую деятельность 9 ранений из них, 6 холодных морозов. — Это было... — Что-то насчет трусости. — Это вообще было в советское время такое очень, я бы сказал, ну, такое произвело впечатление. Это в журнале «Новый мир» напечатали его повесть под названием «Уже написан верт». — Да. Что, кстати, частью общественности было воспринято как антисемитское произведение там как бы... — Ну и общественность-то была специфическая. — Да, общественность была специфическая, да. Что вызвало недоумение, поскольку женат был, в общем, и дети были, и всё такое. Ну и как бы стали говорить, вот, чёрного кобеля не отмоешь до бела, вот он как гимназиста писал, так и остался. Ну, на самом деле это бред. — На самом деле тут просто показан реальный Блюнкин, и никто... — Ну, реальный, реальный, Саш, но... — Нет, Блюнкин был человек противоречивый, наверное. — Он был весьма сложный человек, но Катай, вот пользуясь тем, что ответственность тот не мог, ну, ему 30-ти не было, когда его расстреляли. — Да. Кстати, у него юбилей в следующем году. — У Блюнкина? Мы обязательно поговорим о нём. — Да, ждать что-нибудь о нём, да. — Новости на радиостанции «Говорит Москва». — Леонид Володарский. Этим голосом сказано всё. — Наш гость — историк Александр Колпакидий, и он продолжает свою лекцию и беседу с «Сталиной культурой». — Ну, и вот по поводу того, что вот люди, которые действительно служили в белом движении, действительно, вот если вот был такой террор, если так всегда, ну, они прекрасно существовали при советской власти, да. — Вот такие люди даже, ну, сейчас даже трудно поверить, как Илья Эренбург, как Михаил, как Маршак Самуил Яковлевич, как Михаил Кольцов, как Николай Шостаков, это, ну, его мало кто помнит, но это автор сказки «Финист Ясный сокол» и так далее. — Они служили в белогвардейской прессе. Шостаков у Колчака, а первые трое у Деникина. Значит, два у нас Вячеслава Иванова, оба они оказались, значит, в колчаковской прессе. Всеволод, который Никонорович Иванов работал в Русском бюро, он эмигрировал, кстати говоря, сочувствовал фашистам в Китае, когда жил, потом вернулся. Значит, Всеволод Вячеслав Иванов, который написал проезд, поезд, знаменитую бронепоезд 1469, он тоже, ну, правда, скорее всего, невольно, но тоже скрываясь, какое-то время поработал в Колчаковской газете. То есть, получается, куда ни кинь, да, люди прекрасно жили в советское время, да, но действительно, действительно, тут можно сказать, что какие-то люди пострадали. Вот самый важный вопрос, который вот заходит, когда речь заходит о сталинской культуре, да, только говорят вот о репрессированных. Вот, например, мы, я упомянул Михаила Кольцова, да, вот из всех из них, он, по-моему, единственный, который действительно был репрессирован, да, потому что... А брат его, художник Борис Ефимов? Да, Укреникс, да. Да. Но они оба африды. Нет, 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 он не был среди куклиниксов, по-моему, нет, 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 Борис Ефимов был первым политическим каликатуристом Советского Союза, и у него были воспоминания, как он разговаривал с братом, который приехал из Испании, но кем был Кольцов в Испании, с кем он там встречался, чем он там занимался. С Кольцовым просто произошла такая история. Во-первых, я бы хотел сказать, я вот никогда не понимал, почему Кольцов, Михаил Кольцов, великий человек. Вот Лев Толстой написал «Война и мир», да, он великий человек. Да. Пушкин написал вот... Евгений Анигин. Евгений Анигин, он великий человек. Михаил Шолохов написал «Тихий дом». Ну что такого великого? Да, он был блестящий филитонист, руководил там журналами, газетами. Ну, мало же было таких людей. Никто их не помнит, и никто не считает, что они великие люди. Он написал «Испанский дневник». Испанский дневник. Хорошо. Но я подозреваю, что за последние 30 лет больше 10 человек его не прочитали. Да, не прочитали, не прочитали, а у меня трехтомник Кольцов украли. Ну, это крик души. И, ну, хорошо, допустим, да, великий человек, не в этом дело сейчас, он в Испании, непонятно каким образом, будучи просто представителем прессы, можно сказать, да, стал главным смотрящим. Не посол Розенберг, Марсель Розенберг. Тоже личность, о которой стоит бы поговорить отдельно. Большая личность, да. Не генеральный консул Антонов-Овсеенко, который зимний брал и так далее. Да, не резиденты НКВД и ГРУ. Да, НКВД, Орлов и Барсур, Берзин там был, Берзин, начальник ГРУ, Горев и так на военной атташе. Не Торгпред Сташевский, который один из создателей ГРУ и вообще резидентуру западную, а именно Михаил Кольцов. Значит, и каким-то образом он вот взял вот на себя эти функции вот какого-то главного смотрящего. Да, чуть ли не представители Сталина в Испании. Да, 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 да. Как, естественно, вызвало у некоторых людей это озлобление. Тем более, что результат его смотрения был палачевный. Проиграли. Проиграли эту... Плохие отношения с другими левыми пальцами. Да, 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 там мятеж. Да, то есть вот получилось, что результат отрицательный. И вот он, вот этому, кстати, своему брату, о котором ты упоминал, он сказал, что вот я был у Сталина, ну так он все расспрашивал, а в конце, когда я уже ходил, спросил, у вас есть револьвер? Он говорит, есть. Есть. Не думали ли вы застрелиться, да? Он говорит, что он имел в виду? Я так понимаю, что Сталин имел в виду, что ты взялся руководить. Дело проиграно. Погибли огромные там сотни тысяч людей. До сих пор, кстати, испанцы не могут посчитать. Сколько, да? Процент погибших у них больше, чем у нас, значит, ну, в отношении к населению. Значит, страна до сих пор не может, вот сейчас в связи с захоронением Франка, там опять были проблемы, беспорядки и так далее. То есть, ты такое дело загубил, да, все. А кто-то должен отвечать? Ну, все равно, я так понимаю, его не трогали. После этого разговора ему дали орден Ленина, избрали академиком, он там выступал. И буквально через день после этого его арестовывают и расстреливают. Ну, тут уже, Саша... Тут уже пришло письмо от Андре Марти. Тоже еще тот был. Андре Марти руководил интербригадами, да, то есть он, это бывший матрос, который участвовал в восстании... В Одессе. Черноморского флота во время гражданской войны. Черноморский флот, это интервенты, которые у нас помогали Деникину там во время гражданской войны. Французские интервенты. Он там поднял красное знамя, восстали они и ушли. И потом он стал членом политбюро французской компартии, его назначили руководителем интербригадами. И он написал донос на кольцо. Вот этот донос, я так полагаю... А попал этот донос, Саша, наверное, к Ежову, да? Да. Ну, я не думаю, что Ежов как раз хотел его расстреливать. Дело в том, что вот эта троица самых главных пострадавших, Мерхольд, Бабель и Кольцов, из них... Ну, еще Мандельштам, наверное. Мандельштам не расстрелян. А, нет, так я вот и хотел, чтобы ты об этом рассказал. Давай сейчас пора троицу. Все. Вот это троица великих расстрелянных. А я хочу извиниться, может быть, этот сунично звучит, жалко и других неталантливых людей, которые были писателями там. В основном расстреливали, кстати, писателей. 99% деятелей культуры, пострадавших, это были писатели, что тоже свидетельство огромного уважения Сталина именно к художественной литературе. Значит, они все трое погорели над тем, что постоянно лезли в руководство НКВД. К Егоде, потом к Ежову, у Мерхольда салон был. Они, вот мне кажется, вот я так понимаю, были что-то вроде агентами влияния НКВД. Ну, про Бабеля об этом говорят практически прямо. Да, причем, кроме того, Бабель как бы почему-то перестал работать. У него были какие-то черновики, но произведений давно уже не было. Значит, понятно, что за это не надо расстреливать, ну мало ли там сначала. Но если кто-то помнит, его великолепный, высочайший талантливый сборник Канармии о деятельности первой конной армии Буденова вызвал ожесточенную полемику с Буденным, критику со стороны Буденного. Я Буденного могу понять, хотя, конечно, я на стороне Бабеля, его можно понять, потому что у него один взгляд на это, у человека, который там внутри, другой совершенно взгляд, да. Но, тем не менее, вот у Бабеля были, так сказать, серьезные враги. Вот, Саш, вопрос к тебе. Не слишком ли они активно сотрудничали с такими людьми, как Егода и его окружение? И главный Ежов, да. Слишком активно, да. Вот это хождение на дачу, вот это. И все эти вещи, конечно, они, когда Ежов полетел, полетели они вместе с ним. То есть на шару, за компанию и так далее. Что касается Мандельштама. Вот, Мандельштам, как бы, нам все время врут. Говорят, что он написал стихотворение в 1933 году, мы живем под собой, да, про кремлевского горца. Да, да. Но я бы не сказал, что это какое-то ужасное стихотворение, просто такое детское какое-то оскорбление. Даже многие люди, наверное, не поняли, кого он имеет ответы. О чем они идут, да. После чего его расстреляли. Но все совсем не так. Через полгода, только после того, как он ее написал, оно дошло там кому положено. Его изъяли. А его выслали в город какой-то на Урале вместе с женой. Вот это... По-моему, в Верхний Сеск. Вот почему-то нет. Нет, нет. Какой-то ердынчик. На Маквуе, да. Его этот город никто не знает, даже жители его не знают, где он находится. И ему там не понравилось, он стал писать бумаги. Его переселили в Воронеж. Это известный переезд ссылки. Да, ну, конечно, жить в Воронеже это ужасное наказание. Это еще более тяжелое, чем подвергнули академика Сахарова и Елену Боннер. Да, это еще хуже. А там он, значит, пожил, его освободили. И тут-то вот происходит что-то непонятное. Его опять арестовывают и высылают по пересылке. Он едет во Владивосток. По дороге он заболевает и умирает своей смертью. Ну, он... У него психика была не очень стабильная всегда. Ну, да. Я это говорю вот потому, что я читал. О нем, воспоминания его жены. Да, теперь по поводу того, кого репрессировали. Очень мало репрессировали кинематографистов, которых очень... Кстати, у Сталина была интересная фишка. Для меня до сих пор непонятная. Он считал, что в кино главное это сценарист. А режиссер это просто технический помощник сценариста. Нет, ну, Саш, я этого не знал, но я слышал профессиональных кинематографистов и читал высказывания великих западных репрессиров. Без сценария нет кино. Да, и особенно это сейчас, когда дерьмовые сценарии кругом. Не, ну, когда там показать роботов... Раньше это было не очевидно, да. Да. Сейчас это очевидно уже всем. Но вот это какое-то странное вот у Сталина, да. Вот причем я никогда не слышал ни у кого, кроме вот такого странного отношения к кино, как у него было. Он очень серьезно относился именно к сценаристам. Хотя именно при нем действовала огромная плеяда величайших режиссеров, да. Ну, прежде всего, Сергей Энзенштейн, который снял «Броненосец Потемкин», Александра Невского, Ивана Грозного. Да, да, Иван Пырев, который снял «Трактористов», твой любимый фильм, Леня, «Кубанские казаки». Это и... Да, я признаю. «Свинарка и пастух» в 41-м году, кстати. И сказания о земле... Сибирской. Да, Сибирской. Лев Кулешов, который снял такие экспериментальные фильмы «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков» и «Луч смерти». Продолжал, кстати, творить Яков Протазанов, который снял твой второй любимый фильм «Праздник святого Иоргена». Иоргена, да. Сказали, моя бедная мама уронила меня. Да, да. Да. Он же снял «Закройщик» из старшка, аэлиту и так далее. Вот мы упоминали Сергея Герасимова, который снял «Семеро смелых», «Комсомольцев», «Маскарад». Я еще, не дай бог ты зову, Сергей Юткевич. Да, Сергей Юткевич, да миллион. Значит, Козинцев и Траурберг, великолепный фильм 26-го года, «Шинель», трилогия «Максимия», просто, я считаю, шикарная. Кстати говоря, после войны они, там многие режиссеры, они снимали такие патриотические биографические фильмы. Вот они, кстати, очень хорошие, но их напрочь никто не смотрит. Адмирал Ушаков, Суворов, Кутузов. Да, вот Траурберг и Козинцев сняли. Герои Шибки. Сняли Пирогова и Белинского, да. Великий, наряду с Энжистейном, Всеволод Пудовкин, снявший «Мать», потомка Чингисхана, ну, великолепный фильм. Фантастический фильм. Я вот просто пересмотрите, да. Минин и Пожарский, который смотрится как... Ром? Да. 13, какое кино. Да, великолепный фильм, да. Ленин в октябре, Ленин в 18-м году, секретная миссия после войны 50-й год. Шпионовский фильм, посмотрите, просто очень сильный. Да, вот он как раз... Да, то есть, Пырев, ну, Пырев, я говорил, да, Александр Роу снял великолепные сказки. По щучьему велению, значит, Василиса Прекрасная, Конец, Конек, Горбунёк, Кощея Берсперта. Великолепный, великий режиссёр Фридрих Эрмлер, кстати, бывший чекист. Как и Донской, кстати, говорят. Знаешь, что Донской с Папанином... Марк Донской? Да, да, он в Крымской ЧК работал, и, судя по всему, там, да... Результативно. Да. Значит, Эрмлер снял «Обломка империи», это величайший фильм. Да, «Великий гражданин» про Кирова и много других. То есть, ну, я даже не знаю, вот в какой стране, в какую эпоху одновременно могло, значит, столько великих режиссёров... В Голливуде 30-х, наверное. Да, ну, может быть, в Голливуде 30-х, да. В Голливуде 30-х, скорее. Ну, там не было такого разнообразия жанров. А ты... Вот не было... Я даже не знаю, как это выглядит. А, кстати говоря, у школы там, ладно, актёр, понятно, там... Слушай, Михаил Жаров, Игорь Ильинский, Орлова, Ладынина, там... То есть, таких актёров... Это Морецкая, которую я не люблю, но тем не менее, да, огромное количество великолепных звёзд. Это мы, это, Саша, мы ещё не зовём... Да, Радьевская, моя любимая Римма Зелёная, значит, то есть, такого количества звёзд... Ты не говоришь про композиторов. Саш, попрости меня, советские композиторы и поэты-песенники, ведь все песни, которые до сих пор люди знают. Да, Михаил Исаковский, да. Слушай, ну это вообще... Такого взлёта кинематографа, ты прав, да, без музыки... Да, слушай, мы не сказали про главного, самого любимого режиссёра. Это Александрова, который снял «Волгу, Волгу», «Весёлых ребят», и там после войны он ещё снял комедию, забыл, как называется. То есть, это как раз... Весна. Весна, да. Музыкальные комедии. Да, да, да. То есть, ну, у него был один недостаток, он всё время снимал жену, но... А, это было три великих режиссёра, у каждого было по жене актрисы, и они их снимали. Да, но, в принципе, да, вот его комедии, я считаю, величайшие, вот просто величайшие. Они на все времена. Знаешь, конечно, что бы ни говорили, но кино, оно устаревает. Конечно. Да, оно технически, да. Но вот эти комедии можно смотреть сейчас без всяких... Вот есть фильмы, Саш, ты листаешь каналы, ну, обычно, и вдруг ты попадаешь на какой-то фильм, на каком бы месте ты на него ни относишься, ты его смотришь до конца. И вот очень многие те классические советские фильмы, да, я понимаю, наивность, идеология. Ну, да, они... Особенно, ты знаешь, вот что меня поразило, у нас целый пласт этого кино вообще выпал, да? Вот в хручёвские времена вот просто вот убрали. После войны ведь снимали вот типа секретной миссии, целый ряд был таких фильмов про разведчиков, там Маклярский писал сценарии, да? И это был чекист и не последнего калибра далеко. Да, да, да. Кстати, два было таких. Это Лев Шенин, который писал сценарии. Прокурорский, но он прокурорский, по-моему. Ну, он прокурорский, но он тоже про шпионов. И, кстати говоря, тут надо сказать, что в Советском Союзе уже в 20-е, 30-е годы был детективный жар. Жар, конечно. Да, да, Лев Овалов там и многие другие. И, кстати говоря, недавно мне совершенно случайно в руки попали то, что вызывало себя кривые усмешки. Приключение майора Пронина. Да, великолепный, великолепный детектив. Да, да, отлично. И, кстати, Овалов, несмотря на то, что пострадал, но он Сталину относился очень хорошо всю жизнь, обожал его. Да вообще, вот даже мне недавно попалось Юрий Тынянов. Это великий писатель, сарайник. Один из самых. Да, сарайник для меня. Шковского. Смерть Вазир Мухтара, Кюхля, Пушкин. Да, поручики же. Да, он говорит во время коллективизации, говорит, если бы Сталин, кроме коллективизации, ничего великого не сделал, он все равно был бы гений. Я не помню, кому он это говорит, по-моему, Олеша. Но говорит, не надо об этом нигде не говорить, потому что скажут, что мы ему там лежим какие-то места. Давай, значит, не будем об этом говорить. Но он говорит, реально гений. И действительно, вот ты подумай, да, сам. Вот сейчас, после того, как наши современные полудурки, да, столько грязи вылили на коллективизацию, индустриализацию, да. Тогда люди, такие как Тынянов, они понимали, что необходимо в конце концов решить земельный вопрос, который не решался там столетиями. Да, одновременно в Соединенных Штатах, ну, можно хиронику посмотреть, а можно прочесть Стейнбека грозди гнева. Да, но это у них... Где происходит объективный процесс, мелкие фермеры уходят. Кризиса, во время кризиса. Конечно. Поэтому я говорю, что вот нельзя, вот, да, и, кстати, хотел бы сказать, когда говорят вот по поводу репрессий, да, я посмотрел статистику, ну, статистики нет, я сам прикинул, да, есть материалы первого съезда Союза писателей. Говорят, ой, там столько репрессировали, да, много. Но кто? В основном это национальные писатели. Значит, из республик. Они пострадали за, ну, условно скажем, сепаратизм. То есть, все вот эти, ну, мы все видели в перестройку, кто все это затеял. Да. Да? Какая-нибудь Сильвия Капузикян, которую я безмерно уважаю, да, и до сих пор армяне это все расхлебывают. И, кстати говоря, рекомендованные просмотром практически насильно покаяния. Да, значит, великого режиссера Абуадзе, который до этого снял два великих фильма, особенно «Мольба». Мольба, да. Да, древо желания. И снял вот этот дрянь, да, которая получила все мыслимые, немыслимые зарубежные призы. Значит, ну, это ладно. Кто был первым президентом Грузии? Сын классика, значит, Звиад Гамсахурдия, который тоже, кстати, стихи писал, переводил и так далее. И чем он кончил? Мне его, кстати, безумно жалко этого парня, потому что его с детства отец натаскивал, да, что ты станешь патриархом, или ты станешь президентом, царем и так далее. То есть вот этот национализм в этих... Кстати, Константина Гамсахурдию... Там было два в начале века великих писателя. Один из них был этот Константин Гамсахурди, а второй Григо Рабакидзе. Из-за этого Рабакидзе отпустили за границу, он там стал невозвращенцем, стал фашистом, написал в 1933 году роман, значит, где Сталин наполивал как только мог. Как только мог, да? Значит, тем не менее... Да, и, кстати говоря, вот очень интересная тема. Смотри, некоторые деятели нашей культур-мультур, писателя всякие и прочие голодранцы, они остались, значит, в оккупированной зоне. И как ты думаешь, они там себя вели? Вот у Твардовского в Смоленске был конкурент, некий Константин Долженков, такой поэт. Ну, он был более с комсомольским уклоном, а Твардовский был более с крестьянским уклоном. Ну, вот они конкурировали. Твардовский велик, про этого я услышал тебя. И Саковский даже считался послабее, он третий у них, да, чем вот этот Долженков. И что ты думаешь, пришли немцы, этот Долженков стал коллаборационистом, редактировал там нацистскую коллаборационистскую газету, где у него печаталось еще несколько писателей, предателей, да, после войны сбежал в Германию, потом в США, там изменил фамилию и жил там, скрывался. И вот это нередкий случай. Вот был такой, например, филистинский Борис Филиппов, литературовед, там писатель, поэт, который в Америке жил, да, он во время войны там в Скове жил, и там образовалась целая группа, там сестры Зинаины Гейпуис оказались. Ну, это неудивительно. Там какие-то поэты, писателя и прочее тоже стали коллаборационистами. Более того, там была какая-то дикая история с убийством по приказу немцев, пациентов психической больницы. Как неполноценных. Да. Понятно. То есть, и в это все замешаны вот этот Филиппов, филистинский. Это, причем, в советское время писали в литературной газете. Саш, а вот репрессии после первого съезда писателей, они к Троцкому не имели никакого отношения? Имели, имели. Как ни странно, как ни странно, Троцкий, вот, он поддерживал, поддерживал, он как бы, вот, о нем много лжи, да, то есть, и вот из него сделали демона. Конечно, его позиция была глубоко ошибочной, враждебной и губительной для нашей страны, но вот в литературе он выступал, в общем-то, за классическую литературу. И его сторонник, один из его сторонников, некий Воронский, Александр Воронский, старый большевик, он издавал журнал «Красная новь» и создал группу «Перевал». Вот эта группа, она в основном и объединяла сторонников Троцкого. Ну, там были разные люди. Да, поговорим после первого года. Саш, вот, не, у нас еще минута, вопрос вот какой. Это борьба за власть. И в конце борьбы за власть не казенная дача по Барбихинскому направлению и Усовской ветке, а нечто совершенно другое и для тебя, и, может быть, даже для членов твоей семьи. Это объясняет ожесточенность. Да, именно троцкисты в основном пострадали среди писателей. А для этого, наверное, мало было надо, чтобы пострадать. Анекдот, неверно бросанное слово, ничего в этом хорошего нет. И главное – ежовщина, которая… Да, ты об этом, Саш, неоднократно говорил. Да, я уже об этом неоднократно говорил. Продолжим после новостей. Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Болодарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Продолжается лекция беседы историк Александр Калпакиди. Тема – Сталин и… Да, я бы хотел завершить вот слово по поводу вот этих репрессированных. Помимо вот этих национальных, которые… Ну, я еще раз говорю. Вот эти… Мы видели, чем кончилось в 91-м году. И в каком состоянии сейчас Армения, Грузия, даже и Прибалтика, и Молдавия, и все остальные. Ну, а про Среднюю Азию я не хочу даже говорить. Вот, во двор выйдите и посмотрите, кто там метет улицу. Значит, а все начинается вот с этих стишков, да? А вторая категория – это то, что можно назвать русские крестьянские поэты. Это не только вот Клюев, Клочков, Орешин, ну, это вот, например, Смеляков, Павел Васильев, ну, достаточно много. Они объективно были обречены. Произошла индустриализация. Вот эта Россия крестьянская, она рухнула. Она ушла в прошлое. Это объективный закон природы. Да. Ну, это еще отягощалось какими-то, ну, допустим, ну, не секрет, что этот Павел Васильев был пьяницей, дебошир. И, наверное, это все еще, Саша, отягощалось разговорами. Да, разговорами и так далее. Конечно, вот очень этим воспользовался Ижов, собака, и вот этих людей репрессировал. Потом по поводу троцкистов. Вот эта группа «Перевал», там действительно многие были, ну, сам Воронский был репрессирован, главный их там теоретик Абрам Лежнев, горелик, который на самом деле. Писатели, старые большевики, Иван Катаев, Николай Зарудин, Иван Касаткин, Сергей Малашкин, не путать с Малышкиным, который сам умер, да? Ну, что интересно, поэты из этой группы, Михаил Светлов, Шейнкман, который, Михаил Голодный, Эпштейн, который, Александр Ясный, они не были репрессированы. Хотя они были троцкисты из троцкистов, особенно Михаил Голодный. Поэтому мучают меня тяжкие сомнения в отношении этих людей и НКВД. Значит, их, более того, награждали, они прекрасно жили. Ну, говорят, что, мол, Светлова не репрессировали из-за Гренады. Ну, действительно, великое стихотворение. Великое. Да. И в связи с этим великим стихотворением я не могу перейти к следующей теме. А, собственно, из-за которой я и решил на эту тему поговорить, ну, помимо столетия Сталина. Как? 140? Да, 140-летия, извиняюсь, Сталина, да. А, смотрите, мы живем во время, когда целый пласт вот этой культуры выкинут, в общем-то, не только из телевизора, с подмостков театров, из журналов, из публицистики, из литературой, но даже из школьной программы. Выкинули «Как закалялась сталь Островка», выкинули «Молодую гвардию Фадеева», выкинули «Повесть о настоящем человеке Полевого», выкинули «Сына полка Катаева», выкинули… ну, допустим, я могу согласиться, что «Молодая гвардия» и «Повесть о настоящем человеке», и «Сын полка» — это не шедевры с точки зрения, значит, эстетической, но «Три толстяка Олеши». Кстати, анекдот недавно в каком-то театре запретили Чаполина, но Чаполина, слава богу, и не входил в нашу программу. Да, иностранец написал. Да, выкинули, иностранный коммунист, значит, выкинули Гайдара, Тимурову команду, мальчиша кебальчиша. Маяковского частично оставили, частично изъяли там «Левый марш», стихи о советском паспорте, разговор с товарищем Хреновым и так далее. Выкинули смерть пионерки, но это понятно. Прочитав смерть пионерки, какой-нибудь вырастет дурак и не даст батюшке денежку на «Мерседес», да, это действительно самое ужасное стихотворение, которое только можно сейчас представить. Зато вставили коллаборациониста Шмелева, просто откровенного предателя Родины, и ставили архипелаг ГУЛАГ. Это, да, но если это шедевр литературы, да, то чем же хуже «Сын полка» и «Повесть о настоящем человеке»? Да, это законный вопрос. Да, да. Да, и вот интересно также по поводу сталинских премий, о которых я упоминал. Например, шесть сталинских премий получил Константин Симонов, который, не сказать, что был очень потом Сталину благодарен после его смерти. Ну, не шибко, но все-таки сдерживался. Сдерживался, да. Ну, шесть премий все-таки. Шесть премий получил Прокофьев. К вопросу вот этой вчерашней интервью по поводу композиторов. Шесть премий получил Ириф. И перечислять, и перечислять, что самый анекдот наши кумиры диссидентской молодежи получили сталинские премии и Юрий Трифонов, и Анатолий Рыбаков. Ты знал? Ну, конечно, Трифонов получил за студентов. За студентов, а Рыбаков за водителей. Значит... Кстати, Рыбаков, вот куртик и бронзовая птица. А, нет, и приключения Кроша он еще. Вот это, а все остальное, я опять, это моя точка зрения, тяжеловато читать. Тяжеловато, да. В особенности, когда, наконец, демократия победила и пал тот элитаризм, вот он тогда начал писать такие произведения, блистательные, но читать их было нельзя. Да, и действительно, вот вздумайтесь, да, вот мы говорим золотой век, русской поэзии, серебряный век, но все-таки, если объективно смотреть, никогда не было такого созвездия в России поэтов. Рыбаков, Маяковский, Есенин, Пастернак, который писал, кстати, хвалебные стихи, упомянутый мною Тихонов, Багрицкий, Твардовский, Исаковский великолепный, Заболоцкий, Смеляков, Светлов, Луговской, Антокольский, Рождественский. Это десятая часть, перечислять и перечислять. Значит, никогда в нашей стране, я еще раз говорю, не было такого созвездия кинорежиссеров, мы уже говорили. Мы уже говорили. Да, посмотрите, что касается классических романов. Значит, романы Федина, романы Гатаева, романы Шолохова, Леонова, Симонова, значит, драматургия, Дни Турбиных, Бег Булгакова, парень из нашего города Симонова, Таня, город на заре Арбузова, Вечно живые Розова, Нашествие Леонида и великолепная пьеса «Золотая карета» Леонида Леонова. А какая пьеса была, помнишь, Любовь Яровая, Тренева, по-моему. Новгород-Прибой, Цусима. Новиков-Прибой и Порт-Артур. Порт-Артур. Степан Злобин, Степан Разин, роман получил Сталинскую пюре. Никита Задорнов, отец вот этого. Отец, да, да. Романов, там, Амур-Батюшка и другие получили Сталинскую. Лев Никулин, России верные сыны. Степанов Порт-Артур, Вячеслав Шишков, Емелян. Кстати, великолепный писатель. Саша, твой земляк, Юрий Герман. Да, Юрий Герман. Россия молодая. Да, да, да. Кстати говоря, русская писательница Анна Антоновская создала Петитумный, по-моему. В Великем Ураве? Да, я его, кстати, прочитал в детстве. Я его прочел. Да, да, Бородин, Дмитрий Донской. И просто всех невозможно перечислить, да? Слушай, забыли. Алексей Толстой. А, ну, Алексей Толстой, да. Это вообще титан. Титан, да. Причем он же не только создал исторический роман Петр I, а он один из создателей фантастики. А элита? Да, элита, гиперболоид, инженер. А у него вот эти вот повести, эмигранты, похождения Невзорова или Ибекус. То есть, хождение по муку. Да, да, да. Ибекус – это вообще великолепная вещь. И сейчас, Саш, и сейчас вот кто-нибудь послушал или послушал бы то, что ты говоришь, и сказал бы, и тем не менее все было создано вопреки. Да, вопреки. Детская литература, которой никогда не было и уже не будет. Это Паустовский, Пришвин, Лев Косиль, у которого юбилей в следующем году, надеюсь, отметят. Агния Барто, Корней Чуковский. Кстати, распускают, что Тараканища – это про Сталина. Это Троцкий. Посмотрите портрет Троцкого. Троцкий косил и был чернявый. Значит, он именно, именно и был этим. И, кстати, у них были еще до революции очень плохие отношения у Троцкого и Чуковского. Михалков, Маршак, Шварц, мы говорили, Борис Житков, Леонид Пантелеев, Республика Швиты. Мой любимый рассказ, который надо каждому мальчику читать, честное слово. Бажов, Малахитова, Шкатулка, накануне войны, первое издание. Значит, тот же Алексей Толстой, Буратино, значит, Олеша Тритолстяка. Виталий Губарь. Тебе скажут, что это он списал у колоди. Ну и что? Перефразировал, перевел это на русский. Ну нет, это все-таки очень сильно отличается. Сильно, конечно. Виталий Губарев, которого забыли напрочь, Королевство Кривых Зеркал. А он, кстати, между прочим, отец его был казачий офицер и один из главных в эмиграции антисоветчиков, автор там миллиона всяких там публикаций антисоветских по истории казачества и так далее. Он прекрасно жил, публиковался, значит... Мы не будем... Саш, и вот я еще что хочу сказать. Чуть-чуть я что-то в этом понимаю. А что переводили у нас? Выяснилось же ведь... Выяснилось же ведь потом, что чего-то, конечно, нам не перевели, типа Оруэлла. Но, с моей точки зрения, он средний писатель весьма. А Грэм Грин, его лучшие романы, да все перевели, как выяснилось. Никогда ни в одной стране не было такой школы перевода, как у нас. И такого количества переведено. Это просто медицинский факт, говорил Остап Бендер. Про детскую закончим. Старик Хатабыч, патент АВ. Лавина, да? Да, Лазаря Лавина, да. Николай Носов. Витя Малеев в школе и дома получил сталинскую премию в 1951 году. Значит, кстати, не знай, как он в 1953-м написал. Лев Косиль, ты говорил. Ну, главный, конечно, Аркадий Гайдар. Судьба барабанщика. Школа, военная тайна, Тимур и его команда. Чукадек. Да, Каверин, настоящая фамилия Зильбер, два капитана. Ну, великолепный аромат. Ну, это, что говорить. Да, ну, то есть, это я не перечисляю всех. Их невозможно перечислить. Такого не было в России никогда. А если оценить качество того, что транслировалось по радио, я не беру там в виду, с пленума, съезда, политбеседы. Классика. Музыка. Это великолепная русская народная музыка, русские народные песни. И это что делалось для того, чтобы оглупить народ? Да, без этого. Да, и это было всеобщим достоянием. Тиражи были колоссальные. То есть, да, и еще важные вещи. Например, литература о Великой Отечественной войне, кстати, которая начала выходить прямо по горячим следам. Дни и ночи Симонова в 1944 году. В окопах Сталинграда Виктора Некрасова. Великолепная, какой бы человек ни был. Волоколамское шоссе Александра Бека. Молодая гвардия Фадеева. Балтийское небо Николая Чуковского. Василий Теркин. Великая поэма Александра Твардовского. Я убит по Доржевым. По Доржевым, да. Симонова. Ажаева далеко от Москвы. Василий Теркин. Да, Василий Теркин, понятно. Это звезда великолепная. Казакевича, да. Эммануэла Казакевича. Просто шедевр. Повесть о настоящем человеке, мы говорили, сын полка Катаева, да, фронт Корнечука, вечно живые, розово и так далее и тому подобное, да. То есть это, конечно, может быть, о гражданской вине произведения вышли лучше, да. Ну, я перечислял только... Не знаю, не знаю. Да, я перечислял только те, что вышли при Сталине. Я тут не включаю лейтенантскую прозу, которая выходила уже там... Не, ну потом уже там горячий снег, мы об этом не говорим. Но опять же, эти люди воспитаны при ком? Да. Не при Николае Втором. Да, ну, мы уже говорили, да, вот детективный жанр. Шпанов, Овалов, Шейнин, Гумилевский и так далее, да. Не, ну все-таки, согласись, по гражданской войне разгром, Тихий Дон. Не, ну Тихий Дон и вот. А Артем Веселый. Да, Артем Веселый, да. Он был репрессирован, но он водился не с теми абсолютно. Да, да, он тоже входил в эту группу Перевал Троскист. Да, Троскист. А еще очень важный момент. Женщин сколько появилось в писательнице. Причем какие? Вот, к сожалению, напрочь забыта Вера Парнова, да. Вот она за спутники 46-го года, роман получился... Ну, это великолепная писательница. Великолепная. Галина Николаевна. Вера Китлинская. Мария Прилижаева. Ольга Форш, ну она еще в царских времен. Шагинян. Алигер. Да, Алигер. Бергольц, значит, Анна Коптяева. То есть, Сейфулина. То есть, женщины до революции были же писательные женщины. Но это был 1%, да. И вклад их в литературу был полпроцента. И тут это уже реально. Это уже реально. Они на равных с мужчинами. У них были колоссальные тиражи у той же Пановой. Саш, Ильфа Петров. Несмотря на весь гнезд. Да, да, да. Это элитаризм. Так, слушай, ну никогда не было таких в нашей стране сатириков, как были при Сталине. Вот Ильфа Петров, Азощенко. А тебе опять сейчас вопреки. Да, это все вопреки. Да, да, это все вопреки. И главное, что, смотри, вот цензура, вот пишут, только пишут о цензуре. Вот только один пример. Провели цензуру Ильфа и Петрова, да. Когда началась перестройка, тут же из-за Али целиком. И все, кто прочитал, сказали, хуже Горан. Хуже, конечно. Не смешно. Не, да. А я думаю, что если у серьезных литературобедов спросить, я думаю, что они редактировали практически столько же, сколько писали. И очень важный момент. Сталин любил повторять высказывания Юрия Олеши, что писатели – это инженеры человеческих душ. И главное, что, ты знаешь, вот интересно, он даже считал, что писателей надо выдвигать в руководство государством. К сожалению, у нас таких не нашлось. Фадеев любил выпить, ну и так далее там, да. А вот, и обратите внимание, всеми тремя пребалтийскими республиками руководили писатели. Вилли Лацис, Полецкес, Варес Барбарус. Все три республики возглавляли писатели. Он очень хотел, чтобы Польшу возглавляла Ванда Василецкая. Кстати, тоже очень, он ее очень любил. Ну, естественно, в Польше к ней сейчас относятся никак. Так, значит, причем даже есть слухи, что он ее любил не только как писательницу. Она была, кстати, дочка ближайшего соратника Пилсудского, первого министра национальных дел Польши и так далее. Тем не менее, была железная коммунистка. Но она, в общем, не захотела руководить компартией Польши, сказала, что другие люди, и отказалась от этой должности. Она вышла... Кстати, мужа ее перед войной во Львове убили украинские националисты, польского коммуниста, который вышел из тюрьмы, там во Львове чем-то руководил, его просто убили. К вопросу... Возражение тебе, случайное совпадение. Случайное совпадение, да. Потом она во время, уже после войны, вышла замуж за Корнечука. Тоже великого, хорошего очень драматурга. Да, и, значит, хочу сказать, вот, собственно, главное, да. Сталин счит... Ну, да, вот говорят о социалистическом реализме. А что в этом плохого? В чем суть социалистического реализма? Что человеку говорят, ты не копайся в дерьме, да, вот как, допустим, Абериуты, как Даниил Харнс, там, Веденский, Олейников, а ты пиши о том не только, что есть, но и попытайся показать, что должно быть и как должно быть. А что в этом плохого, да? И что плохого, да, допустим, ну, конечно... Саш, подожди, я вдруг вспомнил, не хочется ничего сказать. А мультипликация? Да, мультипликация великолепная. Кстати, мы были лидерами, да. Нет, видно, влияние Дисней, а кто не испытал на себе из мультипликаторов? Ну, и Дисней испытал влияние наших мультипликов. Да, да. Конечно, сейчас вот слова, я вот говорил о выкинутых из программы, да, слова, самая дорогая у человека эта жизнь, она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подлинненькое и мелочное прошлое, и чтобы, умирая, мог сказать, «Вся жизнь и все силы отданы самому главному в мире, борьбе за освобождение человечества». Эти слова сейчас как издевательство, когда мы любую программу Навального посмотрели,